Утро Карачаева Черкесии приветствует вас. В Доме правительства прошло внеочередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. В обсуждениях организации и хода летней кампании в режиме видеоконференц-связи приняли участие также представители муниципальных органов и руководители загородных организаций отдыха и оздоровления. Ахмат Халкечев продолжит. Открывая работу Межведомственной комиссии, глава Республиканского Миноборнауки Инна Кравченко особо отметила высокий уровень отлаженной работы пришкольных лагерей как в организационном, так и в методическом планах. Все образовательные и воспитательные программы реализованы качественно и должным образом, подытожила министр. В пришкольных лагерях отдохнули свыше 6 тысяч детей. Я благодарю каждого из вас, что вы своевременно реагируете на те меры профилактические, которые необходимо проводить в летнюю оздоровительную кампанию. И помогаете сделать нам этот отдых ярче, лучше и безопаснее. Ну а самая горячая пора сейчас наступает у загородных лагерей. На сегодняшний день свой летний досуг в них провели более 1 тысячи детей. Вопросов на повестке комиссии было немало. Но особое внимание участники заседания акцентировали на обеспечении безопасности в местах массового пребывания детей и подготовку всех категорий специалистов, которые будут задействованы в летней кампании. Как поведал ректор Республиканского института повышения квалификации работников образования Александр Гурин, на сегодняшний день они подготовили свыше 1 тысячи специалистов всех категорий. В этом году впервые была реализована программа «Школа вожатого. Мастерство. Основы теории и практики деятельности вожатых в организациях отдыха детей и их оздоровления». Также 36 часов программа, 16 часов практических занятий, 8 лекций и 12 самостоятельных занятий. Количество прошедших курсов по этой программе составило 60 человек. Тогда как в заявках, по которым составлялось задание, была потребность только ответить слушателям. Природа нашего теоретического края, помимо ярких впечатлений, гарантированно благоприятствует укреплению здоровья. А это, в свою очередь, обеспечивает поток детей из других регионов страны. Около 400 детей отдыхают сейчас в нашей республике из Старобельского района ЛНР. Также до конца лета ожидается группа из Белгородской области. Ахмат Халкевичев, Ренат Муков, Вести Карачаево, Черкесия. Далее прогноз погоды, а в 9 часов смотрите Вести на карачаевском языке. Удачного всем дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильные ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду. Ветер западный 6-11, порывы будут до 14, а при грозе до 18 метров в секунду. Температура ночью 14-19, в горах до плюс 11, днём 22-27 градусов тепла и местами до плюс 18. В северных районах высокая пожароопасность. В Черкесии ночью сильный дождь, гроза, днём кратковременный. Ветер западный 6-11, ночью при грозе будут порывы до 18, а днём до 14. Температура ночью 17-19, а днём 25-27 градусов тепла и высокая пожароопасность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова